Ну, вот я хочу надеяться, что готовы. У меня был опыт проведения концертов, помимо того, что я играющий музыкант, был опыт проведения концертов. Но сложился определенный состав публики, который ходил на концерты, но, конечно, количество было не то. Любителей, видимо, много, но, наверное, больше этим занимаются какие-то распространители билетов, рекламные агенты. То есть это уже немножко другая тема, наверное. Но, тем не менее, как прийти на концерт или на, допустим, джазовый какой-то вечер, который мы там устраивали, я помню, с начала 90-х годов, устраивали сначала в Доме актера. Вот у нас был кооператив, тогда, значит, власти узаконили, значит, вот такое понятие, как кооперативы. И у нас был, у меня был кооператив Лира, который был создан при Доме актера. Вот, то есть история джазовая, история города, она так уходит корнями еще вот. Да-да-да, ну вот, да-да-да-да, но я знаю, что вы встречались вот с музыкантами более старшего поколения, вот, с Евгением Яковлевичем. Вот, он рассказал, наверное, эту всю историю, поэтому я буду это упущу. И могу только сказать, что, к сожалению, я поздно родился, что не застал становление джаза в нашем городе вот именно с тех обозримых годов. То есть он, если он с 40-го года, где-то в начале 60-х они играли, видимо. Вот, а в середине 60-х я только пошел в музыкальную школу, стал заниматься, как и вся наша семья, начиная с дедушки, там, это все мы музыканты. Кстати, Евгений Яковлевич учился в школе еще, дед, по-моему, был директором. Вот, то есть я начал заниматься классической музыкой и к джазу пришел своим путем. То есть этот путь уже описан во многих там изданиях, не знаю, насколько это интересно, публике будет. Вот, то есть так как мы все закончили музыкальную школу, все наши семьи, и отец, и мой дядя родной, вот он в Питере после сокращения, хрущевские сокращения, когда-то 60-е годы, он стал, остался ни с чем, то есть был офицером, и хрущевские вот эти двухмиллионные сокращения. Но так как он занимался в музыкальной школе, он быстренько, значит, видимо, где-то нашел, играл на танцах, в каких-то кафе, и в итоге вот этот джаз его стало второй профессией, именно джаз. Потому что он, приезжая в Тверь, играл вот эти джазовые стандарты, я первый раз это все услышал. Это где-то было середина 60-х, когда Женя уже шпарил в этом, в кафе молодежном. Вот, и, значит, судя... Вы сами ходили в кафе молодежном? Вот по возрасту-то я не ходил, в том-то и дело, я только все это со слов знаю. В кафе молодежный я ходил, когда там играл уже Ноктюрн, так называемый, музыкант. Это Саша Мавшевич, он сейчас в Израиле живет. Потом вот Шубкин, Слава, он вот, к сожалению, с нами его нет. Вот, и ряд музыкантов, Симонов, вот так он возглавлял этот коллектив. Это был джаз-рок, в общем, это не такой джаз, как Женя играл в свое время, такой традиционный майнстрим. Они уже играли более такой джаз-роковый фьюжн, такой интересный, очень сильный был коллектив. Они у нас в музыкальном училище выступали. Я помню, когда я был еще, по-моему, нет, уже не студентом, а я там работал. То есть это было явление, то есть именно группа на актер. Вот, это не традиционный джаз, в котором и Женя играл, и сейчас я играю. То есть это немножко другое направление было. Это вот 60-е. Значит, вот о фестивалях, наверное, Евгений Яковлевич рассказал, 67-68-69 год. Очень интересная есть запись Борьи Спиридонова, который рассказывает об этих фестивалях. И тоже он принимал участие. В этих фестивалях Валера Забруский принимал, ныне живущий. Ему уже за 80 лет, и он до сих пор, значит, так музыка играет. Вот на набережной выходит, играет на дудочке. Такой, да-да-да, действующий музыкант Валерий Митрофанч Забруский. Это имя известно всем музыкантам нашего города, конечно. Вот очень много ушедших музыкантов, очень много. То есть это большой пласт. Действительно был в Твери. Вот на ваш отвечая вопрос, я не знаю, что там в Ярославле, я знаю там джазовый клуб. Я не знаю, что там за Уралом, но в Новосибирске, наверное, что-то там есть тоже. Вот я не такой большой. Я знаю, что в Москве происходит, потому что мы рядом, и знаю, что в Петербурге. Вот я думаю, что джазовые традиции у нас очень неплохие в Твери. Неплохие, потому что многие музыканты, родившиеся в Твери, даже уезжали в Москву. Собственно, я в Москве сейчас, вот до последнего времени работал в Москве. Вот, и, значит, и вот Володя Рассказов такой интереснейший трубач был. Он оркестр имел в Германии даже, когда служил. Цепляев такой музыкант был. Потом был музыкант такой Лёва Козин, барабанщик прекрасный. Был джаз, был, допустим, в кинотеатре «Звезда», я знаю. Оркестр был в Селигере, был оркестр, Розенкермен такой был, пианист. То есть целый оркестр был. Вот там сцена, мне вот довелось там в студенческие годы, когда было 17 лет. Я там играл джазик тоже, но это в ресторане был. Но это мы играли джаз, квинтет там был. Саксофон, барабаны, певец Женя Золин на английском языке пел все эти стандарты. Контрабас был, а бас-гитара и рояль там стоял. У тебя на рояле 17-летнем мальчишке уже играл все эти джазовые всякие. Там женщины, woman from Eponema, girl from Eponema, там всякие боссы играли. Вот Женя пел всякие истории любви, ну это такая эстрадно-джазовая была программа. То есть это где-то 74-й год. То есть я могу рассказать уже, закончив училище музыкальное, меня Евгений Яковлевич как раз пригласил работать в нашей родной филармонии, где мы сейчас находимся. С 78-го по 80-й я работал с ним, объездил весь Союзский Союз. Мы играли как раз второе отделение, играли джаз. Такое-то вот то, что он любил, и то, что они играли молодежным. Это и Фламиду Зимун, такая босса, и какие-то прифанкованные вещи. Вот я был там, два пианиста было, Валера Соколов, тоже концертирующий сейчас человек, играющий. Вот, он на клавишах играл, я играл на рояле. То есть два пианиста у Жени в коллективе, фолк-рок-группа называлась. И Владимир Ефимович, наш дорогой Боярский, играл там на контрабасе. То есть это вот 78-й, 80-й год. И как публика воспринимала? Значит, мы гастролировали по всему Советскому Союзу, и там, конечно, концерты на ура были. Потому что музыка была живая, у нас было 10-11 человек, там и две певицы было у нас, и полный состав музыкантов, там и банджо было, и, значит, вот два клавишных инструмента, и контрабас, и, значит, Женя на двух саксофонах играл. То есть так ярко было. То есть это, ну, в основном мы гастролировали по стране, и у нас был месяц обязаловка в области. Мы ездили по всей области, и Волочок, и Нелидово, везде мы были. То есть это такая вот обязаловка. Ну, там, конечно, гостиницы были аховые в те годы, ну, и холодные, автобусы не такие, как сейчас, наверное. Но мы честно выполняли свои вот эти, как бы, просветительские обязанности. Вот в Твери мы играли, наверное, играли раз в год концерты такие, вот именно с ним. Здесь тоже, в общем-то, ну, мы были штатные сотрудники филармонии музыканты. Затем, в 80-м году я поступил в Институт культуры в Москве и занимался с Брилем одно время, с Игорем Михайловичем. Сейчас он профессор, народный артист, а тогда он только начинал преподавать свою деятельность, Игорь Михайлович. Вот. И, значит, вылилось все в то, что организовали, такой вот этот кооператив появился, и мы могли официально как-то, может быть, играть в джаз и зарабатывать деньги. Это при Доме актера. Первые наши концерты были по средам в Доме актера. Это был состав, вот, значит, пианино «Я», Юра Воронов. Это тот, который писал потом все альбомы «Круга», как звукорешённый. Сейчас он работает в Москве успешно. Хороший бас-гитарист. Дом актера это вот на Советской, да? На Советской внутри, там, в углублении Дом актера, зал у Дом актера. То есть не зал, в кафе мы работали. Там зальчик есть маленький, малый зал, а есть кафе. Вот мы в кафе, помню, это открытие было. Я купил, значит, вернее, позвали спонсора, и на каждый стол поставили по шампанскому. Это подарок, как, как бы, от нас открытие этого кафе. Ну, в общем, очень публика, значит, битком была, там, столики были. Вот мы играли с жазом, как бы, ну, ура, это всё было. Публика очень любила, и до сих пор... То есть, вот, получается, в 60-е годы был вот такой пик. Вот, ну, я, во всяком случае, читала в газетах, что, когда проходил этот фестиваль в 67-м, там были все места заняты, люди стояли в коридоре, ну, пытались послушать. Ну, надо думать, да. То есть, и в 70-х потом это всё не ослепевал, да, интересный жаз? В 70-х, в 70-х, я не... Знаете, что, в 70-х нет. В 70-х играли музыканты во всех ресторанах, но играли вживую, как живые музыканты. Вот тоже Валера Забруский играл в «Волге», я знаю, там, в правый зал был и левый. Они там играли дуэтиком с барабаном, по-моему, в контрабас. В левом зале тоже там музыканты играли, но там больше песенный был такой репертуар. Вот в «Мотеле», я знаю, играл тоже Владимир Ефимович, Валера Соколов и Борисельский. Потом он стал у Мещерина, там, в музыкальных сценах в Москве. Вот это они джаз играли, я знаю, эти точки были. Потом, значит, кто же ещё-то играл? Ну, вот «Ноктюрн» они играли, вот в молодёжном. Это 70-е годы, это ресторанный такой период джаза. Ну, наверное, клубный, как сказать, клубный период. Ну, тоже вот такие, допустим, в других ресторанах, вот я и работал ещё в «Туристе», но там тоже джазик играли, но там больше вот в М-группу мы играли, Джордж Майкл там пел человек наш. То есть такой микс был, там не сказать, что это чисто джазовый был. То есть это ресторанная такая, как по всей стране это было. То есть первое отделение музыканты играют стандартики джазовые, там кто как умеет. Вот у нас Владик Ленёв там на гитарке, джазик так вот играл, там, значит, мы «Опавшие листья» играли, у меня даже запись сохранилась, это 86-й год, видеозапись. То есть вот такое первое отделение. Второе отделение, конечно, там уже больше танцевальная музыка была. Вот это, что касается 70-х годов. Что касается чисто джаза, в 80-е годы я больше в Москве был, значит, что-то тоже ресторанная была ситуация. То есть особенно так кто-то джаз, я не знаю, чтобы джаз играли стабильно в каком-то месте. Вот, Валера Соколов что в эти годы делал, я не совсем выпал у меня. А он работал в Селигере, так он и работал. Фолк-рок, Селигер, вот, и какие-то разовые такие, в общем-то, приглашения. Как и сейчас мы тоже, мы же сейчас тоже играем. Вот я в барбекю играл, потом в Зеркале, я сейчас вот в субботу играл, в Трио. То есть такие, вот как бы джазик мы играли, естественно. Ставец, традиционный джаз. Потом в Бонвилле на Радищево они приглашали, тоже вот создала, вот, Зиночка открыла там кафе. Вот, то есть такой джазик, и все, конечно, понимают, где-то нутром чувствуют, что это, в общем-то, какая-то элитарная музыка. Это все-таки не два притопа и три прихлопа. И вот, я думаю, об этом можно говорить. Потому что джаз, это, мне кажется, ну, если человек его понимает, значит, он достаточно эрудированный, образованный, даже, можно сказать, начитанный человек. Все-таки надо какие-то тонкости знать. Это джаз, это не только, вот, знаете, вот ритм задали, и, в общем-то, о чем человек думает. Это все-таки какая-то организация. Это внутренняя духовная организация, я считаю. Если на высшем уровне сыграло что-то, и в классике, будь-то в классике, но в классике там есть стандарт. То есть, ты, извини, без консерватории, ты в филармонию не попадешь. Если у тебя, ты концертирующий человек, тебя кое-кого не пригласят. В джазе, может быть, попроще как-то, но, тем не менее, тоже уровень на фестиваль в Ниццу, я думаю. Вот, допустим, Игорь Бутман играл в Антибах, это на большой сцене, а вот Женя Лебедев играл в Антибах, но не в большой сцене, а вот рядом была сцена перед сценой. То есть, это московский пианист, великолепный пианист. Но, значит, вот как-то не хватило менеджмента или, может быть, чего-то. Они играли на летней сцене, я вот был, как раз, как бы это большая сцена в Антибах, с видом на море. Они играли на малой сцене перед этой всей тусовкой, как говорится. То есть, вот... То есть, вот это вот переход сейчас джаза из ресторанов и танцзалов в филармонию, да? Это логичный такой переход? Знаете как? Нет, я бы сказал, не совсем логичный. Значит, филармония имеет свой какой-то опереденный статус. Значит, все эти джазовые концерты, которые сейчас проходят, когда-то Владимир Ефимович это начало сделал, так как он сам джазовый музыкант, контрабасист. То есть, ну и во всех филармониях, как бы, это джаз становится, в общем-то, ну, как сказать, это слушаемая музыка. То есть, это то, что они в филармонию джаз, джаз звучит в филармонии. Это говорит о том, что джаз на уровне академической музыки. То есть, ну, люди с, многие с высшим образованием, то есть, многие, не то что, в основном, наверное, играть на таком уровне, надо образование иметь. В Беркли люди заканчивают. Вот Красильников закончил Беркли, я знаю. Потом Головнев Виталик закончил Беркли. Это наши московские ребята. Вот сейчас приезжал, кто сейчас приезжал в последний раз? Последний раз приезжал. Ваня Формаковский, вот был концерт. Ну, это высший, Гнесинский институт они закончили, убрили ученики. А как вы считаете, вот почему в Твери вот это вот было все-таки брожение такое джазовое, вот больше, чем в других регионах? Все-таки, действительно, четвертый город, где прошел джазовый шестер. Ну, мне кажется, потому что рядом с Москвой. Да? Думаю, да. Думаю, да. Потому что Москва, Питер, и все-таки, ну, более какой-то, наверное... А то, что у нас вот четыре было оркестра духовых инструментов военных... А мы не знаем, какие были, а потому что у нас академия, Суворовское училище. Может быть, в Ярославле там ракетные училища, я знаю, высшие. Вот это, у них академии нет в Ярославле. Ну, вот почему Ярославль, потому что вокруг, в Туле, я не знаю, что там есть академия. То есть, оркестры все-таки обгрозуются, наверное, на почве чего-то. Вот сейчас у нас есть муниципальный, по-моему, оркестр, еще что-то. То есть, ну, власти как-то озадачены, или инициаторы идут к власти и говорят, что вот у нас есть музыканты, будьте добры, значит, сделайте так, чтобы было какое-то финансирование. То есть, это культура, это культура. Вот я не договорил, то, что филармония, если музыканты выступают в филармонии, значит, это признание музыкантов. То есть, эта филармония пускает свои стены, это, ну, можно сказать, что джаз признанно, это и потом, ну, с улицы, как сказать-то, в филармонии как будто есть статус. Но я хочу сказать, вот вы задали вопрос, вопрос, существует клубный джаз, какой он и был. Сейчас что, у нас в Твери есть что-нибудь, клубный джаз? Вот нет, я сейчас, значит, как раз мы встретились в тот момент, когда я опять хочу возобновить этот пробел этот. Вот, потому что я с 2007 по 2011 занимался организацией концертов, организовал их 50 штук. В этих 50 концертов приезжал трижды Бутмана, Игорь, вот, и все самые лучшие московские музыканты. И только, не только музыканты, но и американцы приезжали, и приезжали немцы, и из Израиля приезжали ребята. То есть это все проходило в клубе Жоголева. То есть это не джазовый клуб был, это просто был, ну, он архитектор, он образованный человек, и посчитал, что да, джаз это будет ко двору, скажем так. Я там у него просто был музыкальным руководителем у этого дома архитектора Жоголева. То есть должность у меня была музыкальный руководитель. Я там играл как пианист, четыре дня играл как пианист, пятый день приглашал дуэт скрипка с гитарой. Это Баев и вот его супруга, нынешняя директора первой музыкальной школы. Вот они по субботам там играли тоже, ну, вот, как бы я видел, что четыре дня джазик я играл один, а пятый день, суббота, пускай будет вот такой интересный дуэт. И сейчас это планируется у вас? Вот, сейчас я планирую, значит, встретил, как бы я, как это сказать, людей, которые созвучны с моими этими представлениями. Вот, и то, что клубный джаз, это все-таки, наверное, тоже должен иметь место. То, что люди приходят в филармонию, они сидят в зале и слушают джаз, вот, такой, какой он есть, академический, прекрасные музыканты приезжают. Подымкин часто Леша приезжает, вот, Ваня Фармаковский приехал с певицей, с американской. Вот, ну, какие-то разовые такие, вот, фестиваль сейчас намечается, я вижу, но фестиваль 15-го и 30-го. Как и что за фестиваль, когда только, как это понять, фестиваль там три дня идет, например. Ну, это все хорошо, кто как может, как это видит, да. Вот, я вижу, что, значит, тоже должно быть, да, вот, я не закончил. То есть, в филармонии все-таки есть определенные, вот, приходите, садитесь, смотрите, слушайте этот джаз, все великолепно, все замечательно. Вот, клубный джаз немножко другой, я уже даже это в резюме, то есть, реноме, такой журнал был, там, Нина меня долго пытала, вот, я, значит, рассказывал, что вижу в этом. То есть, клубный джаз совсем, вот, как во всем мире происходит. Это столики, это можно заказать кофе, можно как-то вот более непринужденно общаться, может быть, музыканты играют, если очень здорово играют, вот, как в эссе в Москве. Там они настолько мощно все играется, то, что это второй на второй план уходит, этот ужин или вот такое. Вот, то есть, очень, значит, слушают внимательно. Рояльчик стоит тоже, там каждый день концерты идут. Вот такое... С чем преимущество вот такого клубного? Вот это не преимущество, это другое. То есть, я не говорю, что филармония в чем-то может... Я имею в виду. Именно преимущество, ну, вот, допустим, мне более вольготно. Я могу прийти с музыкантами, могу в какой-то тот столик занять или этот. Хочется послушать поближе, хочется просто фоном что-то. Вот мне этот коллектив, ну, может быть, не настолько он мне важен, а вот мне просто с кем-то пообщаться хочется, допустим. То есть, больше свободы, да? Ну, больше возможностей, скажем так. Ты здесь приходишь, ты уже заряжен, что вот все... Ну, это тоже хорошо, можно сосредоточиться, сесть и сосредоточиться, слушать вот все. А бывает так, что все-таки люди разные. У меня иногда вторым планом что-то идет. Мне даже, может быть, важнее вторым планом что-то слушать, чем вот непосредственно. Вот я слушаю песни, я ни одного слова не понимаю, я слушаю музыку. Вот спросите, о чем песня, я, знаете, идиотизм у меня такой, пространственный. В Твери у людей должен быть выбор. Ну, господи, мы... Вот, у Жоголева я, значит, делал эти концерты, еще не забывая себя. Я часто играл с этими музыкантами московскими, именно с ними вместе. То есть, может быть, мне не хватало своих музыкантов, может быть, мне хотелось с большим уровнем, как бы, с музыкантами более высокого уровня играть. У нас, я так понимаю, время уже заканчивается, да? И пару слов вот о том, что для вас джаз, и что вы можете сказать людям, которые, ну, в начале, можно так сказать, пути, стоит ли им бояться, что это такая элитарная музыка, которую вот не понять, или что вы можете сказать? Я могу сказать, если человек хочет что-то услышать, он услышит. То есть, если хочет что-то увидеть, то он увидит. Мне кажется, вот надо попробовать послушать и в себе что-то спросить. А что это такое? Что это такое? Что-то мне непонятно. Или как, ну, допустим, просто можно прийти, посмотреть, как играет барабанщик. Вот. Даже можно не слушать полную палитру. Просто послушать, ну, вот правильно я отвечаю на вопрос. Просто послушать технологию, как этот человек играет. Или как пианист играет. То есть, вообще, что он играет, как он выглядит, как он, что он там чувствует. Это же каждый человек видит другого человека. Маленькие, малыши, может, еще больше чувствуют. Вот. То есть, это, значит, это твое или не твое? А может быть, не твое, потому что очень громко будет. Человек придет, скажет, настолько громко, мне это, что это джаз? Это ерунда какая-то. Мне-то лучше в тишине послушать там Орландо Лассо, там, или Паллистрину, или там Баха, допустим. Да, вот в тишине. Может быть, ему нужна медитация какая-то. Вот джаз разный бывает. Вот я стараюсь играть такую, в общем-то, знаете, так, чтобы по ушам это не било, чтобы человек, ну, как сказать, услышал меня. То есть, я не навязываю. Я хочу сыграть так, чтобы я обратил внимание не громкостью, а именно, что я делаю. И вообще, это, наверное, правильно. Часто бывает джаз, вот шапка закидается. Знаете, мы сейчас начнем играть так громко, и все, тут радость какая-то на лице непонятная, откуда взявшиеся. Понимаете? Вот, а мне кажется, надо опосредованно действовать на человека. То есть, не в лоб это делать. Но джаз может каждый понимать? Да, как музыка, конечно. Каждый понимает вкус лимона или вкус картошки. А почему тут не каждый может понять, что такое джаз? Это ритм определенный, это определенная эстетика, определенная мелодика, определенное взаимодействие между инструментами, определенный баланс. То есть, это как все в жизни. Баланс, он и в отношениях баланса, и в музыке баланса. И то, что человек говорит, о чем ты говоришь, это же важно. Но чтобы это понять, надо все-таки, наверное, и литературу читать, и быть не мещанином. А что для вас джаз? Что в вашей жизни? Ну, вот джаз – это большой пласт моей жизни. Ну, вся жизнь, можно сказать. Это и работа профессиональная, я же и на американских кораблях работал. Это тоже джаз мне возможность самовыражения, значит, там пригодился. И я тоже так же играю на кораблях, вот сольно играю. Тоже люди сидят, допустим, огромный корабль, вот они сидят в кафе, пьют кофе. Я играю тихонечко. Ну, как-то опосредованно идет. Потом я смотрю, кто-то заинтересовал, смотрит на меня. Я начинаю играть, может быть, как-то для этого человека. Вот, начинают хлопать там. Я стараюсь играть еще более как-то вот, понимаете, это общение, мне кажется, общение. Это, во-первых, и себя доказывает, что ты тут в жизни, как бы, кому-то нужен. И то, что ты что-то умеешь. Вот это важно, что ты непроходящая какая-то былинка, там, пылица. Вот, то есть, это вот тоже такой момент очень интересный. Вот, и хорошо, вот спасибо моему дядюшке Питерскому, что он когда приезжал играл в джаз. Ну, может быть, надо было мне делать карьеру классического пианиста, там, к этому все и шло. Вот, и консерватория, как бы, и все на свете. Но, вот такое, вот в жизни у меня так получилось, что вот я весь мир объехал благодаря джазу и благодаря то, что я его понимал и слушаю, и мне он нравится. Я езжу на фестивали за границу, слушать именно. Это моя потребность. Это потребность. А слушай, допустим, в Ницце этот джаз, там атмосфера, смотришь на публику. То есть, там европейский вот этот уровень восприятия джаза. Ну, так сказать, люди тоже не просто приходят, платят за билеты и слушают не просто под средиземноморским небом, но это определенная эмоциональная и интеллектуальная работа. То есть, это стоит жить ради этого, а не ради там пойти, там, три бутылки пива выпить и там в каком-то пространстве находиться. Понимаете, вот я думаю, все-таки это какой-то уровень мышления, уровень интеллекта, уровень образования. То есть, если ты образованный человек, если ты себя таким, ну, видит, видишь и видится, то мне кажется, джаз-то понять и полюбить, это без проблем будет. Вот такое мое мнение. Пожелаем всем понятия полюбить час. Да, приходите на концерты. Ну что, давай тогда перебивки и, может быть, за порталом.